Всем привет и хорошего настроения! Сегодня продолжим разговор о интересной редкой магнитоле Джексон, которая носит горделивый номер ACD220 имеет встроенную систему SBSS, то есть Super Bass Sound System, как я бы это уже понял за расшифровки вот, интересна она прежде всего как вы помните тем, что эта редкая модель выпускалась в Южной Корее для продажи на рынке Японии вот такой парадокс она была оснащена блоком питания рассчитанным на входное напряжение 110 вольт, но поскольку в Японии вероятно она не пошла из Японии она стала экспортироваться в СССР тогда еще, да или в Россию, и во Владивостоке она продавалась вот с таким блоком питания который переводил напряжение 220 вольт нашей сети в 110 вольт японской сети и этот блок питания выпускался в России во Владивостоке на каком-то военном заводе, по-моему вот, ограниченное количество этих магнитол было продано именно в дальневосточном регионе вот, поскольку принимает она только японский диапазон ФМ а это ни много ни мало от 70 от 70 мегагерц до 90 вот так вот да, значит и поймать на нее в общем-то, как вы понимаете сейчас русский диапазон УКВ она не ловила никогда и не ловит сейчас а в ныне действующем диапазоне получается можно поймать только от 87 до 90 мегагерц то есть там буквально несколько станций вот, для того, чтобы она была полноценный диапазон перестраивать вот, оснащена она системой Супербаса это я вам сейчас покажу в прошлом ролике показал, что у нее порвался подвес динамика сгнил уничтожился превратился в труху подвес динамика как раз вот сабвуфера встроенного вот, мне его немножко удалось причинить и сейчас посмотрим как она работает а также удалось понять, почему очень плохо ловил приемник даже вот в том узком начальном участке ФМ диапазона как оказалось был виновен дискриминатор тюнера этой микросхемы то есть путем подстройки индукционной катушки удалось достичь того, что она стала работать и ловить станции ну что ж сейчас вам покажу как она выглядит изнутри и что конкретно ремонтировал а потом мы посмотрим ее немножко в работе всем привет и хорошее настроение извините за ужасную катафонию звуков победил я наконец эту японо-корейскую магнитолу которая должна обладать супер басом заклеил циничный ее динамик низкочастотный сабвуферный извините что снимаю с рук и на громком звуке но просто хочу показать вам как дергается мембрана этого динамика после ремонта то есть осталось теперь внедрить его в бокс сабвуфера и послушать что из этого получится вот он родимый надеюсь всем видно да как он живет своей жизнью субтитры субтитры Надеюсь, в своем боксе он будет играть еще громче. Что-то с балансом еще у нее. Помните, да, мембрана была, диффузор по краю весь порван. Грубо говоря, подвес я ему сам сделал. Выглядит неаккуратно, но работает. Все равно его не видно будет. Он будет вот там, внутри. Вот там, вот там. Вот эти вот трубы, похожие на воздуховоды автомобиля. Вот здесь будет находиться этот динамик. Вот здесь. И сейчас посмотрим, что из этого получится. А еще у него отвратительно работал приемник. Вообще практически ловил с жуткими помехами. Ну, по аналогии ремонта Соньки, я тут немножко покумекал, и оказалось, что вот эта вот катушка путем небольшой регулировки удалось добиться того, что приемник стал ловить довольно прилично. Ну, сейчас я его разберу, соберу и попробую показать, как он ловит. Правда, всего до 90 МГц. Ну, вот я собрал этот аппарат, и сейчас мы с вами попробуем в меру возможности микрофона этой мобильного телефона, на который я снимаю, услышать низкие частоты данного... Данного произведения южнокорейского радиопрома. Итак, Джексон, СБСС, или как он там, Джексон, компакт-дисплеер, ЭСЕД-220, со встроенным сабвуфером. Для всех. Для всех участников одного пояса, одного пути. Вот. А на этом пути будет светить солнце. Да, причем Китай будет лидером на этом пути. Остальные страны могут встраиваться, пристраиваться, или их тоже будет светить солнце. Но не хочет Китай понимать во многом, что страны есть свои... Даже я бы не сказал национальные интересы, это само собой, это очевидно. А национальные чувства. То есть, мы не хотим быть частью китайского лагеря. Не то, что нам не нравится Китай, но потому что страны привильники самосоветности. Вот политики хорошо помнят идею соцмагии, которая была не таким плохим. Звук, конечно, полностью пластмассовый. Резонансы жуткие, но это потому, что там высохли прокладки, так сказать, герметизирующие сабвуфера. Но, тем не менее, вот отсюда, даже рукой чувствуется, очень хорошо так фонит вот этот третий задний динамик, который я, так сказать, восстановил. Ну, назовём это так. Конечно, это мой первый опыт восстановления динамиков с порванными диффузорами, с подвесом. Вот здесь он находится сзади, да? Вот тут вот. И вот отсюда он через свои каналы воздуховода передаёт из объёма сабвуфера звук на переднюю панель этого аппарата. В результате мы видим вот такое. Антенна, извините. Ну, хоть стал радио ловить, а то из-за расстройки контуров радио не ловил практически вообще. Правда, диапазон здесь, как вы помните, японский. Максимальная частота здесь 90 МГц, а минимальная не заходит даже в российский диапазон. Вот сейчас на 89,4 мы с вами стоим, да? Попробуем автоматом покрутить, что он ловит. Так, вперёд. А нет, ручной стоит. Вот 90 Максимум. Всё, дальше, видите, не идёт. Однажды или не однажды отрёкся... Та же Чехия, например, которая была частью... Ну, они же такие, по идее, наверное, должны быть знатные. И, в общем, очень неплохо себя чувствовало до недавнего времени, по крайней мере, как часть вот этого китайского сообщества. Ну, и что с этим национальным чувством? Она уже натренирована быть частью чего-то большего, чем нация. Да, нет, я согласен в том, что... Ну, не пойму, по-моему, ручная настройка. А как же авто? Вот так, что ли? Нет, явно ручная. 86,5, 85,9. Да, какие-то странные частоты пошли, на которых явно ничего быть не может. 84,9, телевизор, наверное. Сказали вашу начальнице, что начали потратить его и забрали у него деньги. О, вот это я на телевизор. Слушай, запоминай, Казановы недоделаны. Месяц у тебя есть. Я иди ищу, где хочешь. Хочешь почки продать. А начинается ловить 7,6 МГц. Попробуй, это не сложно. Нет, всё-таки работает автонастройка. Неприятные звуки. Дело в доме сидел. Один. Один. Значит, алиби у вас нет. Давай показать. Дело в доме сидел. Культурными... Ну вот так, небогато. Буквально, как вы видите, 3-4 радиостанции в FM-диапазоне можно поймать. Если использовать аппараты с японским, так сказать, FM-диапазоном. А на этом, наверное, всё. Закончу свой короткий ролик о невосстановительном ремонте этой магнитолки. Буду теперь куда-нибудь её пристраивать. Спасибо за внимание. Всем привет. Хорошего настроения. Итак, как она выглядит внутри, как она работает, не собрана вы видели, а теперь поглядим её в сборе. Вообще, эта магнитола, скажем так, собрана по странной такой для современного взгляда схеме. То есть... Сверху у него, видите, находятся кассеты две. Две дубль кассеты. С одной на другую можно переписывать. Есть, конечно, и ускоренная запись. А вот. А здесь непривычно для нас впереди находится карман CD-проигрывателя. Причём он такой интересный полупрозрачный стекло, через которое можно видеть, как вертится диск. То есть раньше вот ставились диски вертикально. Вот. Ну и никаких крутилок на ней нет. Всё регулируется либо ползунковыми резисторами, либо вот как бы поиск лонг, тоже тюнера, осуществляет только электронным, только кнопочками вот этими. Up, down и так далее. Вот. Колонки, естественно, не отстёжишься. Потому что, тем более, тут ещё вот имеются выходы вот этого нашего сабвуфера, который я вам уже показывал, находящийся внутри этой магнитолы. Ну а сейчас посмотрим, как у неё работает система Супербас. Включается она вот этой кнопкой. On, off. Вот сейчас обычный приём. Диапазон 88,3. Не знаю, что раз за радиостанция. Это без Супербаса. Эквалайзер выставим вот так вот, наверное. Ну а сейчас включаем Супербас. Отключаем. Отключаем. Включаем. Ну, хочу вам сказать, эффект Супербаса, конечно, тут ощутимо проявляется. Давайте посмотрим, как это работает на магнитофонной панели. Вместе с магнитолой, которую я таки выманил у своего коллеги по работе уважаемого Юрия Борисовича Который ее купил во Владивостоке и привез сюда Я думаю, проданных было не более тысячи штук в России тогдашние 90-е годы Или СССР тогда еще было, надо уточнять Наверное, все-таки уже Россия Так что это одна из тысяч штук магнитол, попавших к нам в Россию Больше про эти Джексона я нигде ничего в интернете не нашел Так вот, там в ней осталась кассета, которую трудно извлекать Потому что сломались приводы крышек вот этого кассетного механизма Надо посмотреть, подумать, может удастся починить А пока извлекается вот так, допустим Открываем сначала вот эту, все вручную Потом нажимаем стоп-паджак, открываем вторую Вот она, видите, даже не сексируется И там была кассета, я вспомнил, что за группа Это тех же лет, группа называется Лесоповал Кстати, Михаил Танич, по-моему, руководитель Кстати, довольно профессионально поют песни То, что называют сейчас блотником На мой взгляд, это такой несколько стилизованный шансон Ну, о вкусах не спорят Короче, включаем магнитофон Переключением вот этого трехпозиционного переключателя на тейп Значит, супербас у нас пока пусть будет выключен И посмотрим, как она с магнитофона играет Давайте нажмем play Там я паленки сушил, пусть не бывает иногда Говорят, присниться на ничто-нибудь, а девичьям надо Мы прислали на бригаду, пусть бы на ночь куплять А берут с меня налоги, это же я с ним должен брать Отключаем супербас Ой-ой-ой Искажения пошли Мы же на эквалайзере минимум все убрал Отключаем И дорог по кличке Машка, он с нарядчиком живет Жизнь, конечно, половать, так и он детей не ждет А на воле я чуть-чуть дарит, вначале не попадает Хоть бы дали бы менту, да хоть бы с кем-то переспал А я тебе родить не мог Родить не мог А мне говорят, плати налог Супербас Плати налог А я говорю, а баба где? А хоть говорят, сними отсюда А я говорю, я бы не смог А вот я тебе плати налог А я тебе родить не мог Родить не мог А мне говорят, плати налог Да, вот так вот она работает с магнитофонной панели ну и давайте глянем соответственно что у нас творится если мы попытаемся вставить сюда компакт диск вставляется ну как вы уже поняли вертикально вот я не понял алгоритм ставки пока такие вертикальные проверки или его нужно одеть на шпиндель но никаких фиксаторов на этом шпинделе нет даже покажу вам убедитесь ничего похожего на фиксаторы мы здесь не видим извините камера со штатива упала вот то есть там просто-напросто вот такая вот болтающаяся штука да или же у нас класть вот сюда может быть это тоже как-то неправильно как он должен захватывать ну давайте попробуем таким образом что из этого выйдет секундочку настрою развалившуюся аппаратуру так что мы с вами сделали если мы откроем то он вот свободно валяется на крышке поставим на шпиндель и попробуем закрыть а далее включим сиди сиди и жди да он из завертелся не знаю видно ли вам сейчас попробую осветить вот здесь вот в эту щель видно как он как он у нас радостно вертится такой-то все не все прямо падает новый штатив решил попробовать оказалось камеру не очень-то держит ладно разберемся извините за технические неполадки так ладно данный момент компакт диск не установлен и попробуем нажать play загорается на малоразличимым жидко-присорическом дисплее номер трека и секунды воспроизведения вот если вам видно трек номер один и секунды такие-то посекундное воспроизведение отключаем супер баса сейчас отключим а сейчас отключим а сейчас отключим следующий трек есть кстати быстрая перемотка в этом пути старом проигрывать или компакт диск но имеется нажимаем его то есть не перескок с песни на песня быстрая перемотка сущей композиции мне положительно нравится вот эта функция с вращающимся компакт диском все таки даже хочу показать вон тут видите где в каком дисководе мы еще можем увидеть что происходит с нашим компакт диском радостно вертится есть какая-то жизнь в этом во всем эхо степене эти призвуки пластмассы в принципе неплохие басы надо будет заглушить чем-нибудь где внутри задемпфировать мягким материалом и может быть тогда будет без этих излишних обертонов так вы считаете что интересная особенность я обнаружил этот музыкальный ящик этот бумбокс который ну правда по праву можно назвать бумбоксом может быть использован в качестве караоке здесь есть выход на наушники микрофонный вход при включении в режиме тейпа то есть магнитофона если мы в микрофонный вход воткнем микрофон вот то мы можем как бы видимо подпевать песни правда фонит сильно если близко подойти микрофончик так сейчас его воткну только собственное изобретение изготовления батарейка этот просто припаяны просто электретный микрофон наш мк и 15 плюс источник питания на 3 вольта плоской батареи плюс джек получился выносной электретный микрофон интересно так микрофон еще не включен извините 1 1 1 1 2 3 1 2 3 3 2 1 проверка записи 1 2 3 вот с фоном конечно может быть поворотся а так в общем то работает как усилитель и как караоке интересно можно песни подпевать ну попробуем раз два три если побороть фон вероятно можно что-то так сказать придумать ну а так же можно записывать с микрофона потому что как ни странно встроенным микрофоном этот аппарат не оснащен вот так вот парадоксально но факт не встроенный микрофон невозможности файн тюнинга и диапазон всего два японские fm и аэм то есть средние волны все на этом пожалуй заканчиваем с этой магнитолкой которая так сказать теперь перешла мои добрые руки вот на самом деле редкий аппарат вот извините за технической неполадки при съемке ролика некоторую сумбурность еще раз всем спасибо за внимание всем привет и хорошего настроения